Добрый день, уважаемые коллеги, друзья! Мы сегодня с вами находимся в самом большом зале нашего университета. Я очень рад, что он полностью заполнен. Это говорит о большом интересе к сегодняшнему нашему мероприятию. Значит, сегодня перед нами впервые в Российской Федерации с лекцией выступит основатель и председатель совета директоров компании «Хайр Групп» господин Джан Джуймин. Прошу поприветствовать еще раз. Тема лекции – это создание модели интернета вещей мирового уровня. Также состоится презентация книги «Философия Хайр. Перерождение 2.0». Но прежде чем передать слово нашему уважаемому гостю, я бы хотел сказать вам несколько слов о нем и о компании «Хайр», которая буквально вчера, как вы знаете, открыла новое производство в городе Набережные Челны. Еще в далеком, сейчас уже 1984 году, господин Джан Джуймин стал директором завода по производству холодильника в городе Цэндао, начав таким образом историю корпорации «Хайр», которую мы сегодня имеем. Благодаря инновационному видению, большому, прежде всего, предпринимательскому таланту и передовым стратегическим решениям, «Хайр» за 35 лет своего развития достигла впечатляющих результатов. Порядка 40 миллиардов долларов мирового оборота по итогам 2018 года, лидерство в течение 10 последних лет среди мировых брендов бытовой техники, уважаемых китайских компаний. Сейчас в корпорации работает более 80 тысяч человек по всему миру, а бренд компании представлен более чем в 160 странах. Сегодня наш уважаемый спикер является одним из 50 ведущих мыслителей мира в области управления. По версии журнала «Форчун», о его достижении в области инновации в сфере управления отмечены множеством престижных мировых наград. Если бы я их здесь стал перечислять, я думаю, занял бы большое время, которое лучше посвятить самому нашему уважаемому гостю. И хочется сказать, что в последнее время наша территория является очень привлекательной для многих компаний. И то, что компания «Хайр» пришла на территорию Татарстана, на территорию набережных Челнов, говорит о том, что нам в республике все-таки удается создать хорошие инновационные площадки для достаточно большого количества компаний. И говорит о том, что нам удается уйти от только нефтехимического холдинга, используя вопросы диверсификации данных компаний. Я сейчас с удовольствием, прежде чем предоставить слово, хочу сказать, что у нас есть еще соседний зал, где-то на 450 человек, значит, там все желающие могут в онлайн-режиме увидеть все, что будет говориться в этом зале, и тоже задать вопросы. Единственная просьба от организаторов, когда у кого-то возникнут какие-то вопросы к нашему уважаемому спикеру, просьба задавать их в письменном виде для того, чтобы их удалось как-то вот скомплектовать и меньше потратить времени на вопросы, отвечая на большее количество вопросов. А сейчас я с удовольствием хочу на эту сцену пригласить нашего гостя. Пожалуйста, господин Чжан. Спасибо большое вам за представление. Давайте еще раз поддержим аплодисментами ректор Казанского федерального университета, российский ученый, педагог, государственный деятель, доктор экономических наук, кандидат физико-математических наук, профессор. Ваши теплые овации, Эльшад Равкадыч. Спасибо большое, что вашими усилиями здесь, в стенах КФУ, есть возможность послушать эту лекцию, про которую вы уже несколько слов сказали. Ну а сейчас, позвольте мне пригласить к кафедре, также под ваши теплые овации, президент корпорации ХАЭР, господин Чжан Чжи Минь. Ваши аплодисменты. Как Чжан Чжи Минь скажет несколько слов, давайте я еще буквально вот две реплики добавлю к тому, что рассказали вы. Действительно, у нас можно задать вопросы письменно, как уже было сказано. У нас по залу будут циркулировать хостес, они подойдут, заберут вопросы, вопросы будут переданы. Я просто хотел бы одну такую ремарочку сказать, что, уважаемые дамы и господа, вы понимаете, что сегодня не все смогут вопросы быть озвучены здесь, не на все вопросы мы сможем здесь дать ответы из первых уст, но просили под каждым вопросом оставлять почту, имейл, потому что команда Чжан Чжи Минь сказала, что потом все вопросы будут обработаны и на вашу электронную почту будут даны ответы. Это первое. Второе. Ну, я так думаю, что вы, конечно же, разобрались с наушниками, да, поэтому наверняка вы сейчас уже все это слышите. Если вдруг будут какие-то проблемы с наушниками, там переключать ничего не нужно, нужно просто будет поднять руку, наши технические специалисты вас увидят, наши волонтеры вас подойдут и очень быстро все исправят. Но вообще чисто теоретически наушники должны быть настроены. И я еще хочу сказать, что уже сегодня Альчат Равкадыч оговорился, что действительно приезд такого высокопоставленного гостя, такого интересного гостя, это очень хорошо для Республики Татарстан. И у нас сегодня здесь присутствуют тоже наши почетные гости, и я попрошу вас их поприветствовать. Это заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли Республики Татарстан, Каримов Альберт Анварович. Давайте поддержим аплодисменты. Заместитель премьер-министра Республики Татарстан, полномочный представитель Республики Татарстан в Российской Федерации, Ахмед Шенравиль Калимулович. Ваши овации. Генеральный консул Китайской Народной Республики в городе Казани, господин У Интинь. Ваши аплодисменты. Ну и я бы хотел сейчас еще раз в кафедре под ваши овации пригласить нашего гостя. Ваши аплодисменты. Уважаемые высокопоставленные гости, дамы и господа, доброе утро. Для меня огромная честь приехать в Казанский университет, потому что университет имеет давнюю историю, более 210 лет. Тем более, из стен этого университета вышли целеприятства выдающихся людей, Ленин, Лев Толстой. Поэтому выступление в этом зале для меня огромная честь. И до моего выступления разрешите мне коротко рассказать о деятельности нашей корпорации. Наша корпорация была создана в 1984 году. В то время в составе было только несколько сотен человек. И финансовое состояние было очень плохим. Я сначала был назначен руководителем этой маленькой компании. Тогда я был в возрасте 35 лет. И тогда компания даже не могла выдавать зарплаты. Даже стекло, все стекло были разбито в заводах. Так что именно в таких условиях мы начали развиваться. Сначала при сотрудничестве с карманской компанией и с того времени я управляю этой корпорацией более 40 лет. И у меня получился такой опыт, что любая компания для того, чтобы дальше развиваться, это не зависит от оборудования или финансовых средств, а зависит от кадров. Так что развитие предприятия – это развитие способностей кадров человека, чтобы повысить человеческие ценности. Поэтому именно при таких сотрудничественных условиях был такой случай, который широко освещал мировыми СМИ. То есть я сам распил холодильники некачественные перед своими сотрудниками. В то время китайские компании ничего не уделяли достойного внимания некачественным продуктам. Поэтому я принял такую меру. Значит, я проверил холодильники, которые уже скоро будут реализовываться, всего десятки штук. И я приказал, кто их производил, эти некачественные вещи должен их разбить, заголоть, так же, разголоть. Поэтому очень известный ученый в области менеджмента, Трукер, сказал, что концепция не изменяет факт, но изменяет взгляд на приметы. Так что изменение концепции, это значит, что время это очень драгоценное. Или вообще время неважно. Поэтому очень важно изменять концепцию, прежде всего своего персонала, для развития бизнеса. И сегодняшняя тема создания моделей интернета вещей мирового уровня. Мы знаем, что ХР сейчас в области педовой техники уже 60-е годы подряд занимает первое место по производству педовой техники, мировой политики. Но это еще не важно. Это еще не достаточно, потому что мы уже вступили в эпоху интернета вещей. Начинается новое время. Поэтому с этого мы начинаем. Это так и известное правило золотого круга. И высоко это правило ценю. Потому что многими работами осуществляются в соответствии с этим кругом. Это работа самого британского и самого внутреннего круга. Это почему? Это три вписанные друг друга круга. В середине это каким образом? И внешний круг это что? Значит, нужно начинать с вопроса чему? Что такое почему? Это ориентир развития. Значит, почему мы начали свой бизнес и куда мы направляемся? И после этого нам нужно решить вопрос, каким образом? Значит, как реализовать соответствующую стратегию, планы? И последнее. Это что? То есть, какая наша цель? Если цель достигнем, тогда мы вернемся к самому началу. Почему? Поэтому и для предприятия, и для работы, для жизни, все время мы задаем себе вопрос, почему? И после этого мы начинаем реализовать свои цели. А для компании HR, почему? Такой ориентир, это созидательное разрушение. Это и есть инновация. Значит, каждый день нужно инновационное развитие. То есть, нужно все время переосмышлять. Нужно провести внутренний переворот. И только таким образом получается созидательная реакторизация. И получается новая система для выполнения своих целей. И конечная цель для нашего предприятия, это обретение литерства на рынке. Самое главное, это поспевать за эпохой. В Китае совсем недавно, в этой же неделе мы выбрали лучшие предприятия в области интерненной площадки из разной отрасли. Или это традиционные промышленные или энергетические торговые предприятия. И результатом HR получил самые лучшие результаты. Мы заняли первое место. Это значит, что мы из традиционных предприятий не только превратились в интернет-предприятия. Самое главное мы стали предприятием интернет-вещей. И основатель интернет-вещей Ashton был в нашей компании. Он в 1999 году выдвинул такую инициативу. Он сначала установил микросхемы в купной помиде, затем купная помада продавалась в магазинах. и через эти микросхемы, через эти типы он собирал данные, то есть какие купные помады хорошо продавались. И он сначала не знал, что это такое, потом придумал название интернет-вещей. В 1999 году это было. И он считал, что в интернет-вещей. И в 19-м или 20-м годах должно стало начало именно интернет-вещей. Но пока такого света еще нет. Я отметил во время встречи с ним его ошибку, что он считал татчики это и есть интернет-вещей. Но на самом деле не татчики передают данные, а люди. поэтому я поправлю его теорию. И именно по этому пути развивается наша компания. Теперь в отношении трех важных вопросов сегодняшнего доклада. Первый это ориентир созидательного разрушения. И прежде всего три вопроса внутренний переворот, концептуальный переворот, неиспешный закон. Что такое внутренний переворот? Значит каждое предприятие должно провести именно внутренний переворот, а то другие тебя подрывают. И самое главное это опровергать концепцию. Значит нельзя ограничиваться достигнутым, оставаться на вчерашнем. Внутренний переворот для предприятия это дуальное развитие. Что такое дуальное предприятие? Это теория Роберта Тункана. Значит предприятия должны одновременно стремиться к выполнению отличающихся друг от друга или также противоречивых целей. Поэтому мы поставили такую тягу грамму. Коррецентальные это непроводимые стратегии, а вертикальные это стратегии на будущее. Это две стратегии, наверное, не связанные друг с другом. Но простое предприятие, наверное, только развивается по одной стратегии, только по проводимой стратегии, например, стать первым предприятием в мире. Например, ЕСМЕН КОТАК вот эта компания, которая производитель фотоматериалов в этом плане она стала крупнейшим производителем в цене первое место. Но после прихода к нам технологии цифровизации, то компания сначала тоже изобрела цифровой фотоаппарат. Но сначала нехорошо продавался. Потом компания вернулась к традиционному бизнесу, к производству фотопленки. Но потом, когда цифровые фотоаппараты встали на истремительное развитие, компания просто исчезла. Поэтому если КОТА в самом начале начинало развиваться по тому путем и ориентироваться на будущее, то не было такого результата. И во время банкротства этого предприятия на самом деле патенты на цифровые технологии продавались за еще 90 миллионов долларов. Так что на самом деле они сначала тоже вложили большие тенки в эти технологии, просто они дальше не продавались. цели. Поэтому предприятие может ли выполнять одновременно две разные цели? Одна нынешняя, вторая на будущее. Если сможете этого достигнуть, то это так называемые способности к переменам или динамические способности. Это теория Тавида Тиса. Тави Тис тоже с нами встречался, с нами общался, и он создал такую рейтинг мировых предприятий, и он сказал, что ХАИР литирует этот список по динамичным способностям. Динамические способности это способности к обновлению ключевой конкурентоспособности предприятия. Это не только технология. Самое главное это каким путем создавать ценности для своего клиента. И только таким образом сможешь повысить свою ключевую конкурентоспособность. На примере Моторала тоже была крупнейшим производителем содовым телефоном. Затем Нокия стал первым производителем. Я был в штаб квартире Нокия. Я был шокирован. Действительно были высокие технологии производства. В то время у меня такое впечатление, что никакое другое предприятие сможет превзойти это предприятие. Но Apple наконец ее превзошла. И сначала специалисты Ноки оценили продукцию Apple тоже невысоко. Они считали такие смартфоны не распродаются. Но они забыли, что самый главный критерий со стороны пользователей, со стороны клиента. Потому что клиенты в то время требовали вот таких терминалов для подключения к интернету, а не просто мобильников. Поэтому именно мобильники iPhone помогли пользователям подключиться к мобильной связи, к интернету. Вот почему iPhone затем стал литерующим компанией в этой сфере. Поэтому никто не может сказать, что я уже обладаю ключевой конкурентоспособностью. Это меняющаяся вещь, динамическая. Нужно и тренингографический философ Брат сказал, что солнце каждый день меняется. Это значит, что пользователь каждый день меняется, обновляется, потому что они постоянно обновляют свои потребности, спрос. Сможешь ли идти в ногу с этими потребностями? Это очень важно для предприятия. А то в отрыве от пользователей никакие ценности предприятия не сможет создать. Вот это первое. Внутренний переворот. Значит нужно создать дуальные предприятия. От этого нужно изменить свою концепцию. Есть такое мнение сомнения в своей правоте. Самокритичность это очень важная ценность концепции нашего предприятия. Значит нам нужно постоянное самоопровержение, самоотрицание. Это и суть философии Кегеля. Почему именно такой принцип апресируется ХР? Потому что эта цель означает, что мы должны все время стремиться к абсолютному духу, абсолютной дух. А абсолютным духом не власть никакой человек. То есть никто не может сказать, что они уже достиг абсолютного духа, абсолютной правоты. Поэтому все именно находимся на процессе к этой цели. А для этого нужно все время переосмыслять. переосмыслять, насколько далеко мне еще до этого. Нам нужно все время вести самокритику, самотрицание, а после этого вести реструктуризацию, и получается дальше прогресс. И Кегель приводил очень яркий пример. значит это путон, цветок и плод. Значит когда появляется цветок, это опровержение путона, а после цветка это уже плод, является отрицанием цветка. Вот это именно процесс самоотвержения, самоотрясания, для достижения конечной цели. На тлеоприприятии, когда вы стали цветами, наверное, вы будете уже своими результатами наблюдаться, и другие тоже тебя хвалят. Таким образом, вы, скорее всего, запутите о дальнейшем процессе, чтобы получить плоды. Еще один простой пример. До индустриальной революции маленькая борцовская хорошо развивалась, уже достаточно для удовлетворения потребностей потребителей, а после индустриальной революции тоже получилась опровержение режима мастерской. А после этого уже началась персонализация, заказ. Но и после этого мастерская исчезла, потому что было очень затратно. А после этого масштабная персонализация на самом деле тоже не совсем осуществилась, потому что масштабные производства в большом объеме, там по разным размерам потребители сами себе подпирают, а теперь нужна именно настоящая масштабная персонализация, умное производство. в России значит вы можете заказать наши продукции и мы по собранным данным можете предоставлять персонализированные продукты с помощью нынешней интернет-технологии. Поэтому на самом деле такой процесс саморазрушения означает отрицание и в то же время отопление достигнутого и продолжение развития. Это очень важное учение о системах. Именно в китайской культуре учение о системах занимает первое место. 2500 лет назад великий китайский философ Лао Цзэй И по первой статистике по тиражу первое место занимает Библия второе место занимает Тауто Зин это книга Лао Цзэй и в этой книге написано что все существа носят в небе в себе ин и ян наполнены ци и образуют гармонию. Что это значит? Значит все существа имеют положительное и отрицательное и на основе их соединения получают поединение значит женщина и мужчина это ин-янг солнце и луна это ин-янг ночь и тень это ин-янг все они кажутся противоречившие друг другу но на самом деле именно на основе противоречивых соединения соединения вещества существа продолжают развиваться и тысячи и были такие картины в отношении ин-янг там написано что ин-янг это значит противоречимые и способные к объединению две стороны поэтому в нашем мире все динамично и в конечном итоге образуют гармонию потому что с точки зрения теории Ньютона мы все время считали что менеджмент это наука остатичности но на самом деле в наше время нам нужно именно динамичность поэтому для предприятия очень важно соблюдать этот закон как здесь написано предприятие не может быть успешным а может лишь идти в ногу со временем значит никакое предприятие не может считать себя успешным так называемые успехи бизнеса это просто означает что вы поспевали за эпохой но это не значит что предприятие пусть все время поспевает за эпохой потому что мы все люди а не боги так что нужно все время вести внутренний переворот концептуальный переворот чтобы идти в ногу со временем вот почему древнекритический философ сказал что в одну реку нельзя в одну и ту же реку нельзя дважды войти значит человек стоит в реке в которой вода там протекает и вместе с временем вода меняется уже не та же самая река если речь идет о времени то ты не можешь ограничиваться проводимой стратегии бывшей стратегии нужно все время ее менять сегодня мы в России так что разрешите не цитировать слова Леводостова все счастливые семьи похожи друг на друга каждая несчастливая семья семья несчастлива по-своему что это значит почему счастливые семьи счастливы потому что каждое звено для создания такого счастья вместе объединяется с другими звеньями создания благосостояния и вместе с этим получается общее счастье а если одно звено столкнется с проблемой то получается несчастье поэтому каждая семья имеет свое собственное счастье для предприятия то же самое предприятие должно регулировать все звенья своей деятельности это научные разработки это реализация нельзя только хорошо с разработками а плохо с реализацией с продажем а нельзя также хорошо с продажем а плохо с разработками так что это применимо и для семьи и для предприятия например до Октябрьской революции наверное царская семья была счастливой но после Октябрьской революции царская семья стала несчастливой потому что она не поспела за эпохой для предприятия то же самое раньше наверное Наверное, показывали себя хорошо, хорошо развивались. Все звенья, все процессы хорошо противникали. Но мы принадлежим традиционные эпохи. Мы не идем в ногу со временем, не поспили с эпохой, то проблема стала. Вот почему после Матурала пришла нога, а после ноги пришла Эйпл. Некоторые считают, что его предприятие станет столетним. Я думаю, что это непросто. Для любого предприятия такой неиспешный закон. Только после саморазрушения предприятие может возразиться или окончательно покинет рынок. Вот это именно так называемое созидательное разрушение. Это теория Шумпектера, австрийского экономиста. Только после разрушения можно создать новое. А после этого, это уже каким образом? Вопросы о пути, созидательной реструктуризации, причисленные соответствующие направления и моменты. Реструктуризация моделей, изменение ориентации персонала, системы аттестации, оплаты труда и так далее. Самое главное – это модель. После начала индустриальной революции, на самом деле, главная модель развития бизнеса – это модель телера, который требует эффективности. Конечно, это уже не соответствует современным условиям. И это первый телер. Второй важный – это Макс Вейбер, который выдвинул пилократию. А еще Ари Файоль, француз. Его теория – это функция управления. Так что для интернета вещей очень важно – это без предсела. То есть предприятие не должно для себя устанавливать пределы. Второе – это без цены. Значит, для каждого продукта нельзя устанавливать конкретные цены. Третье – это беспорядок. То есть сейчас предприятие развивается в беспорядочном состоянии. Именно в таких условиях мы создали модель управления, модель развития бизнеса – «Жэн Тан Хэйи». Это четыре китайские иероглифа. Сейчас на всех мировых формах мы используем именно китайское название – «Жэн Тан Хэйи». Четыре иероглифа. Что это значит? Жэн – это человек. Сотрудник Тан – это цель. Это ценности пользователя. Значит, Хэйи – это интеграция или единение. Значит, единение ценностей сотрудника, создаваемой им пользовательской ценностью. И мы знаем, что были такие очень важные модели. Первые модели – компания Фортер. Именно с применением теории Теллера, с использованием поточного способа организации труда, линии сборки. Таким образом, затраты сильно сократились. А после этого эта модель – Тойота. Так называемое первичное производство Тойота JIT. Так что мы можем не просто быстро, а также качественно организовать труд и производство. А сейчас именно нашей компанией выдвигаем третью литерующую модель. И вот здесь картина госпожи Сухар. Она выдвинула концепцию квантового управления. И считаю, что такая теория станет теорией управления 21 века. И в рамках такой теории, если я понял, то все атомы после их столкновения возвращаются в исходное состояние. Но по квантам теории все атомы столкнутся и образуют новую энергию. Таким образом, начинается совсем новая. Поэтому у нее очень важные две книги. Первая – это «Квандовый лидер. Революция в мышлении, практике и песнец». Вторая книга – «Квандовый я. Человеческая природа и создание». И для каждого сотрудника сотрудник является автономной единицей. И здесь очень важная теория – «Корпускулярно-волновой туализм». Значит, фотон, частица одновременно и частица, и волна. Одновременно занимает два состояния. Находится либо в статическом, или в динамическом состоянии. Иногда во время найма работника мы должны именно по этим двум меркам его определять. Опять работы образования – это статическое. А к чему он способен – это динамическое. Какие ценности он может создать. А это не только зависит от его образования или стажа работы. Иногда, если ты учуешь только образование, наверное, ты его не назначишь на должность вашего руководителя и пропустишь важные возможности. Так что руководитель, песнец, должен быть слугой, который предоставляет свои услуги для своих сотрудников. Они просто ими командует. Нужно создать платформу, чтобы сотрудники проявили максимально свои собственные возможности потенциальные. И Цуахар многократно посвятил нашу компанию. Мы встречались многократно. Тем более, в плане квантового менеджмента она создала цели своей теории. И я ей повеснил, что культуры Китая и Европы отличаются друг от друга. Например, 2000 лет тому назад древнекретический философ Демокрит выдвинул теорию о падамах. Это еще 500 лет до нашей эры. Он впервые выдвинул такую теорию. А западная культура именно на основании такой теории начала развиваться. Значит, нужно читание разделить на конкретные части любые вещи. И западные предприятия именно соблюдают такое правило. Но в Китае 2000 лет тому назад у нас были «Изинг». Вот такая важная книга о динамике. Значит, в этой книге считаю, что любое существо не является статическим, а динамическим. Вот почему так сильно различается китайская традиционная медицина от европейской. Западные медики, они всегда отдельно рассматривают вопросы. То есть, либо это головная боль, либо проблема с желудком. Но китайские медики по-другому. Если у вас боль в желудке, то проблема очень возможно возникнуть и в других человеческих органах. Это мнение китайских медиков. То есть, все взаимосвязано. Это учение о системах. Поэтому после индустриальной революции мы должны теперь не просто развивать производство с использованием механизации, а нужно еще с использованием экосистемы. А теперь вопрос в отношении позиционирования персонала, ориентации. То есть, сказать не человеческому, а экономическому. Мы знаем, что в области менеджмента есть такая теория. Дугласа Макгрегора. То есть, это теория X. Средний человек не любит трудиться и по возможности испекает работы. Следовательно, менеджмент вынужден припекать к жестким формам принуждения. Это теория X. И, как сказал немецкий философ, что человек — это цель, а не инструмент. Самореализация — это цель, а не просто инструмент для достижения цели. Что значит «нет» человеку экономическому? Значит, нужно стать автономным человеком. Это так называемое понятие TEO — автономное лицо в централизованной автономной организации. Значит, наша организация децентрализована. Атолия нашей компании — это делегировать тремя полномочиями. Первое — кадровое назначение, второе — принять решение. Тридцать — это распространение прибыли. То есть, каждый орган предприятия может самостоятельно принять решение. Так что ежегодно более 10 тысяч других предприятий посвящают нашу компанию для ознакомления с этим опытом. Они меня спрашивают, что сможем ли мы применить такую модель. А я их спросил в ответ, что вы сможете делегировать этими полномочиями. То есть, в зависимости от конкретных результатов работы, на самом деле, здесь тоже концептуальная ошибка. В 2016 году мы приобрели подразделение педовой техники ЧИИ, американского производителя педовой техники. Я на встрече с управленческими сотрудниками этой компании. Их число составляло всего 500. Я им рассказывал о модели развития нашей компании, сказал необходимости о телегировании полномочиями. И один их сотрудник встал, меня спросил. Сегодня вы нас приобретаете. А чем вы сможете нас управлять? Я знаю, что он хотел сказать. Что раньше вы были нашим учеником. Вы имитряли наш опыт. А теперь вы просто, благодаря деньгам, нас купили. А вы не сможете нас управлять. Потому что наша компания уже на шире поле 200 лет. Я ответил, что ваш вопрос неправильный. Я сегодня вас приобрел. Это не значит, что я вам руководитель или наставник. Наш руководитель един. Это пользователь, наши клиенты. То есть как нам создавать ценности для наших пользователей? Например, компания ЧИИ. Если хоть они никогда не собирали своих пользователей, значит, у них в архиве вообще не собираются такие данные. Они просто продали свою продукцию и все. А пользователи должны быть вечными для предприятия. Поэтому здесь нужно изменять такую концепцию. Вот почему нам нужно делегировать с полномочиями. Потому что ваши руководители – это пользователи, это ваши клиенты. Поэтому основные полномочия не важны. Мы ими делегируем. Вы сами самостоятельно за тем создадим, создадите ценности. Вот почему Фритри Хайек, это лаборатор Нобелевской премии, тоже выдвинул такую теорию рациональности человека. Значит, человек не может рационально, всесторонне осознать мир. Но в то же время, если каждый человек является нерациональным, но в то же время он оплатает своими преимуществами тоже. Так что руководители предприятия не должны всегда себя всемогущими. А нужно делегировать своими полномочиями своим подчиненным, чтобы они самостоятельно создали собственные команды для решения проблемы. Например, в рамках оркестра кто-то на одном инструменте играет, некоторые на другом. Никто не может сказать, что на всех инструментах я смогу играть, и я сам являюсь оркестром. Это возможно? Нет. Поэтому Аристотель также сказал, что счастье человека заключается в том, чтобы свободно проявлять максимальные способности человека. Поэтому это, как масло, тоже выдвинул пять ступеней спроса потребности человека. человека нельзя просто направлять, им нельзя только управлять, а нужно проявить его креативность, чтобы они стали автономными и самостоятельными. И после этого уже получается реструктуризация системы аттестации. Мы знаем, что KPI очень популярны во всем мировых корпорациях. Это KPI – ключевые показатели эффективности. То есть это показатели, с использованием которых мы оцениваем результаты работы наших сотрудников. Если вы сможете выполнить эти цели, тогда можно сказать, что вы достойный работник. Но в наше время это уже не допускается. Значит, мы создали такую систему 3.0. Нулевая дистанция с клиентом, с пользователем. Нулевая бюрократия в процессе утверждения проекта. Нулевая затержка для создания пользовательского опыта. Например, раньше для сотворения нового продукции, нового типа техники у нас были очень сложные процессы. Много руководителей оставляли свои подписи для реализации одного проекта. Но теперь это нам уже не нужно. Сейчас очень важно просто создать ценности для пользователей. Например, теперь для создания такой пресс-формы нужно, наверное, несколько десятков миллионов трепутся. Хорошо, такое решение сами принимаете. Вы можете такие деньги использовать. Если вы сможете затем продать достаточно техники для того, чтобы получить прибыль, то все будет хорошо. А если понесете утери, потери или убыток, то сами возместите. Это и есть делегирование по намочениям. Сами принимайте решения в отношении конкретного проекта. Вот это именно наша система 3.0. Это очень важные особенности интернета, то есть беспорядок. Никто тобой не командует. Сами принимайте решения. Как Адам Сри также отметил такую руку рынка. И это то же самое в отношении для пользователей. Следующее, это уже оплата труда. Мы знаем, что оплата труда – это важный стимул для развития бизнеса. Если такая система хорошая, то будет хорошее развитие бизнеса. Мы знаем, что в мировых корпорациях в основном система широкополосной структурой зарплаты. Это и значит, что соответствующая зарплатная плата делится на разные уровни, на разные шкалы. По должности, по результатам работы сотрудники получают разные зарплаты. Во всех мировых корпорациях. И кроме того, есть еще такой механизм. Так называемые золотые наручники. Это теория стимулов, теория принципиала агента. Значит, можешь раздавать опционы. Если агенты смогут выполнить цель, то получат прибыли от опциона. Это такая книга «Фирма, контракты и финансовая структура» Оливера Харта, американского экономиста, лаборатор Нобелевской премии по экономике 2016 года. В прошлом, в 2018 году, в марте, в Карвардском университете я встречался с ним. Мы разговаривали целый полдня. И в своей книге он рассказывал, почему он получил премию Нобелевскую. Потому что он выдвинул теорию неполных контрактов. Короче говоря, если агенты, значит, директоры могут получить опционы, но не каждый сотрудник предприятия может получить опционы. Вот почему неполные контракты. А ему рассказал, что с использованием нашей модели НТХИ мы уже формируем так называемые полные контракты. Значит, каждый наш сотрудник знает свою цель, какие полномочия у него, какую прибыль он получит на нашей общей платформе. Таким образом, он сначала не допонимал моего разъяснения. Он сказал, что это, наверное, что-то новое. Потом он пригласил к себе другого специалиста именно по этому вопросу, господин Пент, который также был лаборатором Нобелевской премии. Он с ним созвонился, и Пент потом тоже к нам пришел, изучил пример Хайер, и сказал, что мотель Жентан Хайер может разрешить проблему с неполными контрактами. Поэтому за полномочия должны бороться самостоятельно сами сотрудники, чтобы они принимали самостоятельные решения по конкретному проекту, и они получат оплату, заработную оплату от пользователей, от клиентов. То есть приприятие не назначай, сколько ты сможешь получить, а сколько ценностей создадишь, и столько получишь. А после этого нужно еще коренным образом преобразовать организационную структуру, поскольку сегодня в России, поэтому эта книга известного писателя Чехова, Человеческого Лярия, главный герой Беликов. Я читал эту книгу во время обучения в средней школе. Книга на меня произвела глубокое впечатление. Беликов — это человек, который не обращал большого внимания на свое оттенство, на внешность, и он устанавливает везде рамки ограничения. Поэтому он очень уставал. Если в отношении традиционной системы бюрократии, организационной структуры и предприятия, то сотрудник, если он хочет внести инновации, но к этому не способен, потому что над ним еще много руководителей. Я был в американской компании GM, General Motors. Я их спросил, сколько у вас ступеней у руководства? Ответили, что 14. Если ты занимаешь десятые ступени, тогда когда сможешь продвинуться до первого? Неизвестно. Поэтому бюрократия — это теория Макс Фейбера. Это немцы. Он сказал, что бюрократия, наверное, соответствовала тем временем, тем условиям, когда он эту теорию выдвинул. Наверное, в то время это была самая оптимальная теория. Но самая главная проблема в этой теории — это опоздать креативность и творчество человека. Тогда почему сейчас нам еще нужна такая бюрократия? В последние годы наша компания устранила всех звеньев всех управленческих сотрудников среднего звена. Их число всего 12 тысяч. Мы их потребовали, что вы должны обязательно образовать такое микроприприятие, если не сможешь, то уйти. И, конечно, я много об этом рассказывал во время того, когда я читал лекции в Европе. Мы знаем, что интернет действительно имеет прицелы. Все предприятия взаимосвязаны, и мы должны образовать такое общее общество. Все мы являемся такими условными точками интернета, а нельзя просто оставаться инсидированы. инсидированы. У нас важны три системы. Первая — это система экосистема эко-бренда. Это система эко-бренда. Три системы, о которых сейчас я буду говорить. Первая — это система эко-система бренда. В этом понимании теряется понимание конкуренции. Многие конкуренты становятся партнером. То есть меняется смысл существования предприятия. В процессе предоставления обслуживания и услуги мы наравне с конкурентами. Следующее — это экосистемный групп. Обычный бренд, например, компания Nike, Adidas. Как они развелись? За счет того, что у них большие, высокие технологии, множество компаний-подрядчиков. И за счет своего масштаба они выходят на международный рынок. Но сейчас мир меняется. Мир меняется в сторону интернет-вещей. Мир меняется в сторону выполнения потребностей конкретного потребителя. Это очень тяжело. Я в китайском интернете увидел публикацию о том, что компания Nike стоимость продукции Nike сейчас очень высокая. И сейчас они уже немножко не попадают в возможности потребителей. Трансформация функций. Сейчас, как вы видите, Брайан Артур является очень важным человеком, экономистом. Вы видите сейчас на экране график. Красный цвет выделен точнее, по диагонали вы видите производителя, а по горизонтали вы видите потребителя. Что это означает? Прямая связь между потребителем и производителем. нет звука. Пропал звук со сцены. значит, по горизонтали. это система потребления и отзыв потребителей. То есть, после разработки продукции, продукция передается производителю и через множество этапов. это два важных микросообщества. Это сообщество микропереприятий. И одно микросообщество изучает спрос, другое изучает заказ, поставляя соответствующие продукты. если два аспекта объединяются, то получается конечная прибыль. Если получится прибыль, то затем прибыль распространится между этими сотрудниками. Если не сможешь, то соответствующий убыток сами они понесут. И такой зять Муслини во время Второй мировой войны Тяну его звали. Сначала он его поддерживал в Муслине, затем он начал ему сопротивляться, поэтому его расстреляли. Он оставил такие известные слова о том, что хорошие. Значит, у успеха тысяча отцов, а поражение это сирота. Для предприятия, когда наступает проблема когда терпишь поражение, то кто должен нести ответственности. Никто к тебе не придет. Не заявит о собственной ответственности. А когда успехи будут, то все на это претендуют. Но когда мы создаем такую общую платформу, когда мы соединяем эти два микросообщества, микропереприятия, таким образом они вместе делятся с соответствующими полученными прибылями и соответствующими рисками. Вот это именно важная теория основателя сложной экономики. экономиста Прайна Артура. И он сказал, что на следующем этапе наступает именно сложная экономика. И он разделил экономику на три категории. Первая это классическая экономика означает, что это результаты развития человеческой цивилизации во время сельского хозяйства. Второе это неоэкономика, это переход от сельского хозяйства к промышленности. И теперь третий этап это сложная экономика. Что это значит? Значит, что это результаты развития человеческой цивилизации в информационной эпохе. А сейчас пока мы остаемся на информационной этапе, это нельзя. Нам нужно дальше пройти к информационной цивилизации. И в своей книге автор сказал, что что такое сложная экономика? Сложная экономика это теория о модели и структуре. Как самостоятельно вести самоорганизацию производства? То есть без самоорганизации не были бы сложные экономики, не были бы основы для развития сложной экономики. Поэтому прежде всего нужно создать такую самоорганизацию. и второе эффект сложной экономики это рост претельного дохода, а не упивание претельного дохода. Мы знаем, что для традиционной экономики принцип упивания претельного дохода нормально. значит, один продукт продается за 5 веней, затем соответствующие прибыли постоянно сокращаются. Но с использованием сложной экономики ты получишь не просто прибыли от своего товара, а также еще прибыли от своей системы. Благодаря постоянной связи со своими вечными пользователями ты можешь удовлетворять всяческие его потребности по всяким своим решениям и услугам. Таким образом, ты сможешь получить уже больше претельного дохода. теперь третий ваш вопрос это цель. мы уже рассказали про созидательное разрушение, созидательную реструктуризацию, теперь цель обращения лидерства на рынке путем его взрыва или стремительного продвижения. Модель управления была выдвинута в сентябре 2005 года. Уже 14 лет прошло и можно сказать, что такая модель соответствует условиям интернета вещей. И в песней школе Харвардского университета уже дважды приводили пример Хайер модели Интэнхэйи в качестве успешного песняца. И первое это Хайер нулевая тистанция с пользователем. И Хайер китайский песняский кант по инкубации предпринимателей. Значит это не просто предприятие которое соблюдает принцип бюрократии который собирает своих сотрудников подчиненных а создает новых новаторов и предпринимателей. Поэтому во время встречи сам директор института директор песней школы Каравадского университета я им спросил что у вас была такая практика был такой пример как Хайер нет не было никогда одно предприятие не дважды освещалось в течение трех лет в нашем песней школе так мне ответил и как специалисты песней школы рассказали что ежегодно сейчас тратится несколько триллионов долларов на бюрократию а если система модель Хайер станет успешным станет получать дальнейшее развитие то это урегулирует такую проблему я встречался с руководителем ЧИ я тоже им сказал что чтобы ваши сотрудники стали себе хозяинами это очень важно потому что у американцев такие важные слова из декларации независимости это первая фраза второго абзаца это декларации значит люди созданы равноправными но в предприятии этого не появляется потому что CEO это король это декнатор в своем предприятии и американский известный мастер менеджмент Трукер сказал что в 21 веке каждый должен быть себе CEO поэтому мотель Жен Дан Хаи это по сути является очень важной попыткой для создания нового образца бизнеса во время интернета вещей а для развития индустрии 4.0 мы создали платформу космоплат космоплат для реализации стандартов и мы знаем что индустрия 4.0 это инициатива немцев и германские сейчас специалисты считают что немцы должны внедрить именно соответствующий опыт у компании Хаи по развитию индустрии 4.0 почему потому что несмотря на то что немцы эту идею инициировали но мы знаем что у немцев очень известный успешный пример Volkswagen Feiten сначала был очень популярным затем большой убыток в составе более 2 миллиардов евро затем закрыли производство Feiten я отметил их ошибку что вы просто соблюдаете линейное мышление а время интернета для времени интернета очень важно нелинейное мышление то есть нужно именно осуществлять персонализацию для реализации ценностей пользователя Хаи именно такой принцип у себя внедряет и выполняет свои цели вот почему сейчас 3 международные организации по стандартизации как вам известно это ISO AEC AEE все они изучили стандарты предприятий с разных стран и признали стандарты ХАЕ лучшими для индустрии 4.0 поэтому очень важно здесь именно ориентироваться на спрос пользователя и в списке маяков четвертой промышленной революции их всего 9 опубликованных всемирным экономическим форумом единственная компания из китая это ХР модель нужно копировать что это значит мы это называем культуру салатного стиля то есть мы приобрели много клапанных предприятий это санен это подразделение бытовой техники ЧИИ здесь разные культуры из разных уголков мира у них разные механизмы разные стереотипы как осуществлять единую нашу цель обычно после слияния и покращения одного предприятия обычно покупатель направляет своего руководителя при управлении этой компанией вот почему есть такой закон что 70% примеров слияния и покращения являются неуспешными и 70% из них по причине разнообразия культур различий культур но мы считаем что мы возможно возможно осуществить общую нашу модель для разных предприятий потому что суть такой модели это демонстрация ценности сервера века мы знаем что как модель Toyota в 80-е годы была очень распространенной популярной в мире я никогда не увидел оценку в отношении этой модели со стороны мастера менеджмента Питера Трукера потом я получил его оценку значит он невысокое оценил первичное производство TIT Toyota потому что он считал что в этой модели не отражаются ценности и достоинства человека это самое главное поэтому после мы знаем что после введения механизма Джентг ХАИ у нас тоже сначально были споры потому что некоторые зарплаты больше некоторые меньше зарплаты но у нас есть контракт все там подписали подпись но это тоже одна культура это командный дух а у американцев тоже своя культура индивидуализм поэтому нужно здесь соотчинить после внутренней нашей модели Лентг ХАИ в подразделении ЧИ несмотря на общую тенденцию по тени рынка педовой техники в Америке ЧИ сохранила двусначно высокий рост продажи своей педовой техники благодаря именно модели Лентг ХАИ так что для всех культур самое главное это человек мы в республике Татарстан уже создали свой завод поэтому у нас здесь тоже свои российские сотрудники можно сказать что модель Лентг ХАИ здесь хорошо отрожена и мы приняли решение о строительстве о создании завода хозяйников в 2016 году была очень сильная волатильность и курс рубля поэтому наши бывшие расчеты стали нечисленными то есть проект украсит убыток но все наши местные сотрудники они вложили свои личные деньги для заключения такого ВИАМ договора как будто заключили пари арендабельности этого проекта несмотря на то что существуют риски а после выхода нашей продукции на российский рынок тоже были другие проблемы по дальше их распространение реализации тоже много местных российских сотрудников вложили свои деньги для заключения такой пари арендабельности проекта и какой результат то есть в том же году когда мы начали строительство мы уже начали получать прибыли и сейчас уже три года пришло прибыли этого завода увеличились в три раза почему именно все сотрудники вложили личные деньги таким образом они связали личную судьбу с этим заводом и соответственно начали усердно работать и получился общий хороший результат это очень важный механизм стимулов а теперь в отношении финансовых критериев узнаем что у каждой компании три отчета которые разработаны институт управленческих бухгалтеров какие три отчета балансовый отчет 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 о движении чинных средств отчет о прибылях и убытках а теперь у нас придуман новый отчет это отчет об общевыгришной добавленной ценности значит здесь нужно учитывать еще доход от экосистемы твоей должны иметь четвертый отчет отчет об общей выигрышной добавленной ценности потому что именно последний отчет отражает реальную конкурентоспособность предприятия теперь последняя это репутация бренда так называемый экосистемный бренд только что мы рассказывали что в отличие от традиционного бренда это конечно имеет свою специфику вот почему в рейтинге топ 100 мировых брендов составлен бренд это международная организация числится и наша компания хайер является единственным экосистемным брендом в этом списке поэтому тавирот генеральный директор бренд отметил что хайер единственный экосистемный бренд интернета вещей мы впервые создали такую категорию поэтому я думаю что бренды разделены на три категории первая это традиционный как Nike Adidas второй это бренд платформы это Facebook это Google но третья категория во время интернета вещей обязательно экосистемный бренд значит экосистемный бренд требует не простых клиентов а вечных пользователей требует не просто доходов от своих товаров а экосистемный доход и в заключение хочу бы цитировать слова книги конечной игры и бесконечной игры Джеймса Карлс конечные и бесконечные игры были изданы 30 лет тому назад они хорошо продаются на разных языках много раз читаю эту книгу думаю что она хорошая и первые слова этой книги конечные игры в мире две категории икр конечные и бесконечные игры конечные игры имеют свои пределы а бесконечные игры развиваются беспредельно что это значит то во время индустриальной революции наверное у вас имеется соответствующие ограниченные соответствующие принципы а теперь нужно менять такие традиционные принципы а нужно нарушать традиционные пределы и конечные игры имеют цель победу а бесконечная цель продолжения игры цитирую слова этой книги поэтому традиционные предприятия претендует просто на победу как вот так уже стал лидером в своей отрасли но когда новое время пришло все изменилось а в бесконечных цель продолжения игры значит теперь мы ориентируемся уже не просто не просто на обеду а на наших пользователей мы постоянно будем удовлетворять их потребности таким образом наш бизнес будет бесконечным бесконечная игра не имеет конца так что ее нельзя повторять тоже сочетую слова так что например если мы сможем с точки зрения экосистемы разрабатывать такую продукцию таким образом ее нельзя повторять просто копировать поэтому для предприятия очень важная такая цель нельзя просто создать у себя сад со стенами традиционные предприятия обычно такие сады создают а сейчас нам нужно эти стены снести то есть наши предприятия должны превратиться в экосистему как тропический лес тропический лес не исчезает постоянно обновляется появляются также новые разновидности животных я на этом заканчиваюсь спасибо давайте еще раз все вместе дружно поблагодарим спасибо спасибо господин джейминь у нас поступили вопросы но как мы уже сразу говорили на все сразу дать достаточно сложные ответы но вот мне тут отобрали семь вопросов я все семь зачитаю спасибо большое еще раз сразу хочу оговориться что если вы пишете свой вопрос не забывайте добавлять имейл потому что команда господина джейминь обещала что на все вопросы обязательно даст компетентные исчерпывающие ответы могу да первый вопрос что является преимуществом для хайр в самом деле я поэтому уже рассказывал преимущество нашей компании заключается в нашем принципе самокритичность сомнения в своей правоте то есть каждый день мы над собой думаем перемышляем должны думать над своими ошибками и проблемами и должны себя постоянно победить нам нужно все время идти в ногу со временем поспевать за эпоху я думаю что это главный принцип и преимущество нашей компании за ответ спасибо большое за аплодисменты можно громче аплодировать сегодня у нас легендарная личность поэтому я думаю можно не скупиться на овации какие базовые ценности для современных компаний в эпоху интернета вещей должны оставаться неизменными во время интернета вещей думаю что это ценности интернета потому что сейчас такая ценность определяется так то есть ценности интернета это и есть ценности во второй степени ценности узловых точек. Если числе тысячи узловых точек интернета, то это числе тысячи во второй степени, то это получается большое количество. Поэтому для предприятия очень важно, чтобы оно превратилось в сеть, которая имеет большое количество узловых точек. Это поставщики, это пользователи. Тем более эти точки являются не статическими, а динамическими. Они являются взаимосвязанными, потому что в условиях интернета же таким образом формируются новые ценности. Поэтому ценности очень важно, чтобы в условиях интернета, чтобы предприятие превратилось в такую общую систему, в сеть, а только таким образом сможем создать новые ценности. Спасибо большое за ответ. Хайр называют больше, чем компания. Что это значит? Думаю, что HRT свечена по своему себе. Это не просто компания, это платформа для предпринимателей, для новаторов. Кроме, с другой стороны, это также такая важная сеть с подключением пользователей. Я думаю, что не только все предприятия не должны оставаться традиционными предприятиями, а должны быть самостоятельно автономными организациями. Трукеры при своей жизни все рассказывают, что компания, наверное, продолжает существовать только 25 лет. Значит, через 25-летие теоретически, наверное, компания еще останется. Но в реальности, в условиях интернета, в новых условиях, компания не может продолжать существовать. И в 1937 году Кейс также отметил в своей книге, что существование компании – это для сокращения затрат для сделки. Значит, при наличии компании такие расходы сокращаются. Но в современное время интернет не имеет предприятия, зачем нам еще нужны эти компании. Даже у меня нет компании. Наши расходы тоже не растут. Затраты такие же. Поэтому компания имеет цель не просто оставаться компанией, а превратиться в сеть, в сетевую организацию. Тем более направление на будущее – это прекращение сети на традиционные компании. А формируется так называемая автономная организация. Каминкерри, американский специалист по интернету, сказал, что все компании, компания Сутино прекратит свое действие, а все города останутся навсегда. Значит, изоциализированные компании, конечно, исчезнут, а города останутся, потому что города – это экосистема, а не просто внутренняя изоляция. Очень похожий, вторящий вопрос, но тем не менее я задам, раз уж его отобрали. Каковы основные отличия Hire от остальных мировых компаний? Очень интересный вопрос. Раньше мы все время учились у других мировых корпораций, больших предприятий, потому что во время интернет-вещей мы готовы стать лидером. В отличие от традиционных больших корпораций, которые имеют совершенную систему литейного менеджмента, линейного управления, линейного управления может стать препятствием для дальнейшего их развития. То есть все, но сейчас время уже поменялось, ты не сможешь все заранее планировать, поэтому у нас применяется принцип нелинейного мышления. Это главное отличие от традиционной мировой корпорации и в сфере организационной структуры, и в отношении к системе оплаты труда. У нас совсем разные, уникальные. Брайан Артур, основатель сложной экономики, отметил, что главное отличие сложной экономики от традиционной, это традиционная экономика, считая, что экономика это балансовая. По мнению сложной экономики, дисбаланс, это постоянный вечный принцип для экономики. Поэтому в отличие от традиционных, у нас это нелинейное мышление. Господин Ченжин, что на ваш взгляд является стимулом для роста компаний в различных отраслях экономики? Самый главный стимул для развития компании, как я уже рассказывал, я сейчас уже управляю компанией более 40 лет, и у меня такой опыт, одним словом, это максимизация ценностей персонала, человека. Если сможешь это выполнить, то компания останется навсегда. Следующий вопрос. Сегодня было очень много сказано про Жэн Дэн Хэй, и вот вопрос как раз связан с этим. Возможно ли применение разработанного вами метода Жэн Дэн Хэй в других сферах производства? Жэн Дэн Хэй найдет свое применение во всех отраслях. Обязательно. Потому что это очень простая модель. Это единение ценностей каждого сотрудника, создаваемыми им ценностями для пользователя. И это, конечно, возможно применить во всей отрасли, например, в области сельского хозяйства. Мы такое распространение уже противникаем. Например, в сфере сельского хозяйства также осуществляется персонализация поставок для потребителей. Кроме того, в области медицины мы приобрели некоторые больницы. Сейчас медики уже переориентировались на пациентов. Мы знаем, что в Китае очень сильные противоречия, были даже печальные истории с упиванием врачей. Но сейчас мы поставили цель переориентации этих врачей на интересы пациентов. Сейчас отношения между пациентами и врачами очень хорошие. Кроме того, в области кассеты, средства массовой информации также масштабно применяют нашу модель. Так называемые, чтобы более организованно продвигать свою работу. Поэтому такая модель, конечно, может примениться во всех сферах. Главная цель – это подъем ценностей, максимизация ценностей персонала. Ну и заключительный вопрос седьмой. Что Вы предприняли для стимулирования у сотрудников Hire духа предпринимательства? Я думаю, что тоже очень хороший, важный вопрос. Мы всегда ищем себе методы для реализации духа предпринимательства для нашего сотрудника. Конечно, это сложно. Сначала создание нашей компании. Мы все время меняли свою концепцию в отношении развития и ориентации. Самое главное – это изменение концепции. И второе – после этого мы не просто начали распространять новую концепцию, а просто сначала вести пиломный проект. И по результатам реализации пиломного проекта люди видят реальные результаты. И они считают, таким образом, повышая их уверенность. И затем начинается распространение, копирование этой новой модели. Поэтому за несколько десятков лет существования нашей компании мы именно по этому принципу развивались. Так что все было стабильно и устойчиво. Спасибо большое за ваши ответы. Уважаемые дамы и господа, я попрошу вас еще раз многократно поаплодировать бурными овациями. Очень интересно и очень любопытно. Ну, во-первых, еще раз позвольте заметить, что на все ваши вопросы… А я видел, что даже когда господин Джен Джумин отвечал на вопросы, то есть вы их писали, передавали, мы все отдадим, не забывайте ставить ваши имейлы. Это раз. Второе. Вы знаете, очень много почерпнуть о теории Джен Данхэй вы сможете вот из этой книги. Она есть у вас в пакетах. Книга называется «Философия Хайер. Перерождение 2.0». Я должен вам сказать, что книга вот буквально со дня на день была переведена в итоге на русский язык. И вы стали одними из первых счастливых обладателей. Почитайте обязательно, окунитесь в эту философию, получите знания, потому что там очень много любопытного. И как вы услышали из лекции, очень много современного и передового. Ну а сейчас мне бы еще раз хотелось попросить вас тепло поддержать аплодисментами ректора Казанского федерального университета Эльшадра Афгадовича Гафурова. Я тоже от имени нашего академического сообщества, от тех, кто находится здесь, в этом прекрасном зале, хотел бы сказать огромные слова благодарности нашему спикеру. Я вот, знаете, почувствовал себя еще раз студентом и вернулся, скажем, лет на 40 назад, когда я слушал здесь, в стенах нашего университета, легендарных ученых, достигших различного уровня в своих предметных областях. И вот сегодняшний наш спикер показал, что во многом удача компании, его продвижение, зависит от того, кто в какой-то момент начинает управлять этой компанией и меняет нашу философию в системе управления. Большое вам спасибо. И хочу сказать, что некоторые методы мы у себя в университете начали тоже уже реализовывать. И с этой прекрасной книгой я сумел познакомиться в течение последних 5-6 дней. Большое вам спасибо. Как говорят у нас в Татарстане, Бигзорх Сизгар Ахмат. Ждем вас в удобное время, в любое время года у нас в университете. Я думаю, вы сумеете еще и поделиться многим своим опытом и с молодежью, которая будет с нетерпением ждать вас в стенах Казанского федерального университета. Большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok